Добрый день, вечер. Если угодно утро, мы остановились на том, что вы слышали невероятный шедевр Эрми. Было очень весело, интересно, классно. Нет. Фух. Всё, продолжаем. Это интересно, у тебя богатая фантазия? Эрми, а какие у тебя ещё бывают фантазии? Да так, всякие разные. Нана, не смущай своего товарища. Лучше поддержи его творческие порывы. Ну, на самом деле классно, что он что-то делает. Да. Надеюсь, не сильно слышно дождь. Сегодня такая погода загадочно дождливая, такая прям грустная. Дождь с самого утра. Ужасная погода, в общем. Эрми, а это были наши глаза? Нет, нет, это как бесплатное изображение из интернета. Что за глаза? А ещё здорово, что ты любишь Родена. А это кто? О, ну как же, у тебя видео. Там вроде просто эта фигнюшка летала. Типа, тадам, тадам. Она даже не летала, я потом поняла, что она, типа, такая перемещается. Я думала, это у меня лагает, а это так и надо. Вот оно как. Не, это я просто сделаю, как у всех, чтобы стильно было. Ну, так. Так, думаю, теперь Эрми понял, что иногда лучше сделать загадочное лицо и проволчать. Да. Не раскрывай все свои карты раньше времени, а иногда лучше никогда. Ребята, успокойтесь. Давайте жить дорожно. Эрми просто стремится к самовыражению. Молодец, Эрми. Ну, правда, классно. Но, ладно, всё. Класс. Самовыражается человек. Замечательно. В одежде, в музыке. Причём, в рисовании. В Ютубе. Например. Тоже. Нормально. Неплохо. Всё. Просто сам персонаж какой-то. Да. Нам пора двигаться дальше. О, мы же сегодня про математику. Математику и успех. О, замечательно. Красота это. Да вообще, что красота это? Чертежи рисуют инженеры. Да? Не инженеры. Как это называется эта профессия? Архитектор. Точно, вот. Это математика и красота. Вот мне чисто интересно. Это вообще что? А успех? Блин, это интересно. Успех и математика? Это что-то про планирование собственных финансов? Отличный выбор, Санечка. Блин, мне кажется, плохо будет слышно. Ну, ладно. Вы же хотите быть успешным и зарабатывать кучу денег? Да. Да. Для меня деньги не главное. Но рассказывай, Марта. Все возможно, если вы хорошо разбираетесь в математике. Ну, математика повсюду. Возьмем, к примеру, теорию игр. Представим, что мы в Лас-Вегасе и сейчас вечер. Да, теория игр может быть применена к азартным играм. Весь секрет в том, чтобы определить вероятность того или иного события. А ты работал? Эта программа у меня не работает просто, если что. Да. Так, подожди. Подвох какой-то. Влагов никаких нет. Просто я пытаюсь понять, это у меня проблемы с компьютером или все так и должно быть. Позвольте привести вам один пример. О, превьюшка. Представьте сейчас рядом с игральным столом рулетка. Я неправильно, кажется, прочитала. Но эту картинку я видела, словила пару спойлеров. В рулетке есть два. Zero и 36 чисел. 18 чисел красного цвета и 18 черного. Прошлый выпуск нам поясняли за что-то. Господи, забыла уже за что, если честно. Не скучная эта дня. Не скучная, очевидная. Маркетинг. Сима поясняла за маркетинг, Марта поясняет за... За что? За теорию игр? Ну, давай. За азарт. Но это интересней. Если вы сделаете ставку на красное, ваш шанс выиграть 18 к 38. Верно? С другой стороны, ваш шанс проигрыша, учитывая 2-0 выше, 20 к 38. Может это вырезать? Кому это интересно? 20 больше 18, значит ставки не в вашу пользу. Я тут такую кнопочку нашла. Не совсем то. Давайте по приколу... Ладно, ладно, шучу, шучу. Все. Это был первый и последний раз. Но я хочу кое-что проверить. Не работает. Ну, это к лучшему на самом деле. Давайте чуть-чуть почитаем историю теперь. Оборжаться смешно? Нет. А, вот, ставки не в вашу пользу. Она не так много говорит. Именно на этом простом принципе основана работа всех казино. Если вы думаете, что я забыла про фактор удачи, удача здесь носит название стандартное отклонение. Ваш проигрыш может быть очень разным после нескольких раундов. Этот диапазон полностью отрицательный. Чем выше, больше вы выигрываете, тем больше проигрываете. Ну да. Казино бы не существовало, если бы они не получали с этого что-то. Этот диапазон полностью отрицательный. Чем больше вы играете, тем больше проигрываете. Игроки придумывают и другие правила. Типа Мартингела. Не знаю, что это такое. Удваивая ставку после каждого проигрыша, все можно вернуть первым выигрышем. Так что, если хорошо выучить математику, сможете разбогатеть. Предсказать разные вещи? Это так интересно. А что я тебе говорила? Но почему же ты тогда еще не разбогатела? Что-то ей там вроде нельзя играть. Эй, мне еще не запрещено играть. Слушая внимательно, ты бы поняла, что шансы проигрыша только растут. И очень сложно остановиться. Как так уж мы устроены. Кстати, я слышала, что теория игр также применяется на рынке акций. Насколько помню, это распространенная теория. Не только про игры. Под многое подходит. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Трейдеры из всех крупных банков. Банков. И ее используют. Дикция вышла из чата. Они работают в этом банке, верно? В смысле, как наемный персонал? И что? Да все то же. Почему они не увольняются и не торгуют акциями сами? Если, конечно, теория игры на самом деле работает. Ну, наверное, ты не совсем уже можешь предсказать. Например, какой размер лифчика у тебя будет через пару лет, Нана? А, значит, ты признаешь, что... Что? Что ты только что спросила? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Жестоко. Давайте я как-нибудь сделаю... Не хочу, чтобы мышка мешала брать приюлюшки. Вот так. Спасибо, Марта. Молодец. Я верю в теорию игр, но... Наш мир очень нелогичен. Некоторые вещи происходят сами по себе. Возможно, в этом и есть секрет красоты нашего мира. Думаю, на сегодня все. Спасибо, до свидания. Перерыв. Перерыв. Подожди. Мне показалось же, да? Нет? Ладно. И даже коридор вдруг как-то изменился. Я вижу, ко мне идет Эрми. А, о, о, Эрми. О, привет еще раз. Задумался о чем-то? Кстати, кому ты будешь помогать завтра? Пф, помогать кому себе. Ты о чем? Кстати, да. Ну как же. А дни карьеры, конечно. Что ты несешь, Эрми? Точный день карьеры. Это про выбор будущих профессий. Помогать кому-то? Это глупо. У них профориентация, что ли? Они помогают понять, куда именно поступать, чтобы устроиться на хорошую работу. Короче, урок профориентации. Фух. Сима, Нана и Марта будут раздавать флайеры компаний. А-а-а. А-а-а. После школы? Они же в школе учатся? Или нет? Они не... Они не... Подожди. Но это же школа. Нет? Нет, ну ладно. Тебя попросила меня и Эрми помочь девушкам. А, ты. Так сложно раздавать флайеры. Ужас. Если честно, я об этом еще не совсем думал. Ну да. Это не твой конек, Санечка. Мы же с тобой теперь в тупик. И когда ты думаешь определиться... А почему это для тебя так важно? Да. Ты вообще кто? Эрми? Зачем ты это хочешь узнать? Ну, вдруг мы захотим помочь одной и той же девушке? Ага. Блин, я, господи, думаю... Куда поступать хочешь? Не хочу быть запасным... Ээродром... А, ээродромом, так сказать. Короче, дай знать, когда, ладно. Когда? Я вижу, что по коридору идут Сима, Нана и Марта. Им кажется, что они говорят почти шепотом. Но на самом деле я могу различить почти каждое слово. Ты хочешь пойти с Симой? Или у меня игра лагает? Нет, ты хочешь... Так. И кто же поможет тебе раздать флайер? Эрми ходит там на заднем фоне. Типичный персонаж заднего плана. В прямом смысле. Понятия не имею. А у нее у тебя готовы, Нана? Эрми до сих пора. Понятия не имею. Класс. С кем же пойти? А что у тебя, Сима? Боюсь, что пока ничего. А почему бы нам не попросить его помочь одной из нас? Вот ты и попроси. Мне неловко. Вот и я про то. Мы должны сами проявить инициативу. Санечка, Санечка, есть минутка? А, это вы про меня? Я думала, вы про Эрми. Нет. У меня нет минутки. Нана, даже не вздумай. Сделаю вид, будто я ничего не слышал. О! Замечательная идея. Как-то мало выбора. Честно, мало выбора. А о чем говорите? Я почувствовала, как в воздухе повисло напряжение. Знаешь, Санечка, мы хотели кое о чем спросить. А о чем же? Сима, это же ты хотела задать вопрос, не так ли? Ой, ну да, конечно. Конечно. Скажи. Ты планируешь? Сима, что с тобой? Ты планируешь объездить весь мир, когда вырастешь? А, посмотрите на лицо Март. Оно выражает мои эмоции. Типа, ааа. Да, какая страна будет первой? Ребята, вы с ума сошли? У вас глаза какие-то странные. Так, стоп. Эх, плевать. Ну вот, я всегда хотела посетить что-то там Очень интересное место А как оно произносится? А я хочу увидеть Китай Это такая динамическая страна А, динамичная, динамическая Да, еще у них богатое культурное наследие И мне очень нравятся труды Сунь Цзи Что с вами не так, ребята? У вас странные лица Да, этот Цзи отлично пишет, однако Мне кажется, Санечка уже догадался, что мы несем какую-то чушь А, действительно, это все объясняют На самом деле, мы хотим, чтобы ты выбрал одну из нас Зачем? Я хочу провести время в компании прекрасного человека В компании себя Мне кажется, я важный диалог пропустила А, очень важный диалог Что? Что? Что такое? Что? На-на А что же они такое интересное спросят у нас? Хмм А узнаем в следующей серии, кстати, пока Что за ра-ра-ра-ра? Да ладно, все Не смешно Вообще ни капельки Не смешно Что за ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-